В Славинский район продолжают пребывать жители из восточных районов соседней Украины, не желающие рисковать жизнью своих семей под обстрелами и бомбардировками. Они бросают свои жилища и, взяв самое необходимое, ищут убежище на нашей территории. На сегодняшний день в районе размещено более 750 граждан. Недавно в Славинск-на-Кубани за помощью и поддержкой приехали еще 34 жителя с юго-востока Украины. В Славинский район не прекращают пребывать беженцы из Луганской и Донецкой областей Украины. Недавно в район приехали еще 34 человека. Их временно разместили в гостиничные номера парк отеля «Уют». Здесь же они прошли регистрацию, после чего расположились в уютных комнатах отеля. Яна Петрова вместе с мужем и тремя детьми приехала из города Константиновки Донецкой области. Там им пришлось оставить все нажитое за 20 лет – дом, мебель. Остались там и родственники. По словам Яны Петровой, их мамы, папы, братья и сестры тоже планируют в скором времени переехать. Нас трое детей, забрали вещи и приехали, чтобы не слышать бомбежек, не слышать выстрелов. Было такое, что и в подвале ночевали с маленьким ребенком, потому что бомбили ночью ближайшие пригороды. Ну вот так. Нет хорошей жизни сюда приехали, поверьте. И совсем не очень легко. Еще одна семья переехала из Луганской области. Александр Чабаненко вместе со своей женой и остальными родственниками также оставили дом и многое другое имущество. По словам Александра, там, откуда они приехали, сложилась сложная и безвыходная ситуация. На сегодняшний момент в нашем регионе, Свердловский район, происходят боевые действия и нешуточные. Это приграничная зона с Россией, которая на расстоянии 20-15,5 километров расположена ближайшие районы наши приграничные. И в этих приличных районах идет дислокация, там, вооруженный конфликт и бомбежка, соответственно. Если бы это было, как говорится, в полях, по-тихому, там, что там стрельнули и разошлись, а этого не происходит, идет постоянное нагнетание. Бух-бух-бух, бух-бух-бух-бух. Только спать ложись, все, бух-бух-бух. Они, как обычно, если даже дождь или там тучи, уже начинают еще больше, ну, перекид, бомбежка идти. И уже нервная система начинает, как говорится, шататься. В Славянском районе создан оперативный штаб, который оказывает помощь беженцам из Украины. Он действует 17 июня. Возглавляет его глава Славянского района Роман Сенеговский. Главная задача, которую ставит глава района перед штабом – обеспечить взаимодействие всех структур при поддержке граждан, покинувших свою страну. Славянцы протянули руку помощи соседям. Принимают приезжих молодые семьи с детьми, одинокие пенсионеры, предприниматели. Любой житель района может оказать такую помощь. Однако, решив проблему жилья, беженцы сталкиваются с новыми препятствиями. Многие из них потеряли практически всё. Не имеют самых необходимых вещей. Прежде всего, им требуются постельные принадлежности, полотенца, средства гигиены, одежда, канцелярские принадлежности, продукты питания длительного хранения. В каждом поселении Славянского района организованы пункты сбора для адресной помощи пострадавшим от военных действий. В Славянске-на-Кубани такой пункт находится по улице Школьной 320 на территории Славянской художественной школы. Не оставайтесь в стороне. Если у вас есть возможность, помогите тем, у кого сложилась трудная жизненная ситуация. Не оставайтесь равнодушными. Подставьте плечо тем, кому действительно необходима помощь. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».